В нашей Конституции есть такая статья, шестая, которая гласит, что у нас в стране нету идеологии. Но в стране запрос к идеологию сожрел давно. И наш президент, который, да, вы правильно держите это, поделитесь по-русски, покажите всем, да, Путин предатель Родины и враг русского народа. Этот человек сказал, во всем услышанном, по Центральным каналам, что у нас нет идеологии. Но потом запрос созрел, что наша идеология это патриотизм. Я не был говорить о том, что патриотизм не может являться идеологией в принципе. Но люди, которые следуют идеалам русского патриотизма, называются патриотами. Так вот, у нас во власти сидят не патриоты, а так называемые патриотисты. То есть, да, патриоты, эти патриотисты проводят абсолютно основопредательскую, лицемерную политику. Наша партия, другая Россия, недорегистрированная партия, нас недорегистрировали уже очень давно. И очень много раз мы пытались это сделать, не получается. Так вот, мы на основопрочевики поддержали вхождение Крыма в состав России. И поддержку граждан Донбасса, которые встали против Киевской фрукты, мы тоже поддержали. И поначалу власти тоже поддержали. Мы создали добровольческое подразделение, интербригады, переправляли до добровольцев, переправили тонны медикаментов, гуманитарной помощи, обультирования и так далее. Этим занимался наш предыключенный Юрий Староберов. Он был начальником делового обеспечения, начальником ПИО, интербригад. Но на Юрию Староберову было сделано уголовное дело за то, что он на нитинге, он был председателем межгородского отделения. На него было заведено уголовное дело за то, что он придержал губинку и схватил за шиворот амоновца, который сбивал людей. На амоновца, кстати, за превышение должностных полномочий не было заведено уголовное дело. А на Юрию – да. Но подавление общественности ему не обменили реальный срок, а заменили на условный с испытательным сроком 3 месяца. За эти 3 месяца было субриковано 3 административных правонарушения за, о боже, выражение инцензурной бранью и распитие пива. Но этого было достаточно, чтобы заменить условный срок на реальный. Это было сделано сразу. Человек, который занимался обеспечением интербригад, так же как и Юрий, это был Фомченков, был оказан давление на его жену. У него же я подбросил их наркотики. И присудили 8 лет лишения свободы. Таисия Осетова ее зовут. Так же у нас сидит наш товарищ, наш наш балк Олег Миронов. И Олег Миронов сидит 3 года за то, что он пришел и сорвал предательский концерт Макаревича. Он спил там газ в Синездащину и не сорвал это предательское мероприятие. Но представляете, какое происходящее наказание за такую акцию? Представляете, наши власти, которые вроде бы как двигают русский патриотизм, если они хотя бы не помогают, так пусть хотя бы не мешают. Но, но, заметьте, преступницу, военную, которую расходили на 22 года за двойное убийство, Надежду Сарченко, отпускают, отпускают на Украину. Все прекрасно с нами, что когда ее отпустят на Украину, ее выпустят. Она не будет там сидеть. Ее отпускают. 22 года человек туда отпустили. Но сажают русских патриотов, которые помогают русским людям на Донбассе. Потому что на Донбассе воюют не украинцы против русских. Там воюют русские против русских. Там одни и те же русские фамилии, что с одной стороны на кладбище, что с другой стороны на кладбище. Как же так? Как же так? Это вопрос стоят все русские люди. С теми я только не общался в этом форме. Все об этом говорят. Как так? Как вы можете настолько лицемерно вещать про то, что вы поддерживаете русский мир, хотя вы его ломаете просто изнутри? У нас сидит сейчас 4 политзека. Мы помогаем им как можно. Эти люди осуждены ни за что. За свою патриотическую позицию. Это настоящие патриотио. А те, кто себя два власти, это лицемеры. Это самопредатели. Эти люди пришли к власти в 93-м году, когда открыли люди на реперетию на сохранение Советского Союза. И что сделали? Милки на это просто наплевали. Это был настоящий государственный переворот. Да, вы правы. Но мы за вас не собираемся. Наша партия будет поддерживать и русских на Донбассе. И русских людей, которые оказывают посильную помощь, которые едут побоевать, которые взыгрывают гуманитарную помощь. Потому что Россия для нас все, а остальное ничто. Россия все, а остальное ничто. Россия все, а остальное ничто. Россия все, а остальное ничто. Не надо разогреться. Россия русскую власть! Вы прекрасно понимаете, что что Порошенко, что Путин, это две стороны одной медали, которые столкнули русских в бракоубийственной войне, которые как морковку показали нам Крым и сказали, а теперь воюйте между собой. Что Порошенко, что Путин. Это два преступника. Два человека, которые измены и преступлениями захватили власть. Два сонозванца. Два человека, которые на каждых выборах совершают государственный переворот, обманывают и уничтожают нашу страну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова